дорогие друзья и гости канала всем привет с вами людмила продолжаем мастер-класс по вязанию вот таких сапожек в этой части мы будем вывязывать голенище резинку я расскажу вам как увеличить размер сапог и как утеплить их при необходимости если вы будете носить их в холодную погоду друзья если вы смотрите сейчас этот мастер-класс еще не подписавшись на мой канал то пожалуйста сделайте это прямо сейчас нажмите на кнопочку подписаться на колокольчик и вы всегда будете получать первыми уведомления о новых видео которые будут выходить на канале мы с вами на прошлом в прошлой части мастер-класса провязали нижнюю часть и дошли до голенища сейчас мы будем вывязывать уже голенище сапога у нас такой узор я подобрала такой узор потому что он мне очень нравится ну и и потом несмотря на то что он такой ажурный кажется но он довольно теплый и так начинаем шла раз я закончила 6 лицевых 7 изнаночных провязала добавила еще один лицевой то есть у нас получилось 7 лицевых 7 изнаночных и вот на этом этапе здесь я сейчас останавливаюсь и вот тут ложим стельку и надо примерить на ножку примеряем потому что здесь мы должны понять не сильно ли мы широкие оставили место ну и как у нас вообще подъемчик заходит вот так если размер больше и подъем повыше то нижний ряд от который мы сделали с длинными столбиками можно еще добавить ну а так вот у нас получилось 7 лицевых 7 изнаночных рядов все вот на этом мы заканчиваем и сейчас мы будем продолжать вязать и уже будем обвязывать вверх вверх у нас будет по кругу узором тут довольно просто мы будем вывязывать уже само голенище сапога вот начинаем отсюда здесь мы привязались к переду соединительный столбик затем делаем 3 воздушные петли подъема еще 3 воздушные петли всего 6 петель и теперь делаем накид пропускаем 5 петель и в шестую провязываем столбик с одним накидом теперь 2 воздушные петли накид и в эту же самую шестую петлю туда же еще один столбик с одним накидом то есть в одну петлю у нас два столбика с одним накидом и 2 воздушные петли теперь 3 воздушные петли пропускаем 5 петель в шестую столбик с одним накидом 2 воздушные петли в эту же петлю еще один столбик с одним накидом теперь 3 воздушные петли 5 петель пропускаем 6 столбик с одним накидом 1 2 2 воздушные петли в эту же петлю столбик с накидом вот так теперь вяжем по кругу 3 воздушные петли 5 петель пропускаем шестую столбик с одним накидом сюда же в эту шестую 2 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 теперь 5 петель пропустили в шестую столбик с одним накидом 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в одну петлю 1 2 2 воздушные петли столбик с одним накидом и 3 воздушные петли двигаемся дальше точно так 5 петель пропускаем в шестую столбик с одним накидом 2 воздушные петли сюда же столбик с одним накидом в эту же петлю 3 воздушных петли вот такие у нас галочки получаются между галочками у нас по 5 петель пропуска и 3 воздушные петли 3 воздушные петли 5 петель пропустили узор несложный смотрится он очень красиво но вяжется легко столбик с одним накидом 2 воздушные петли в эту же петлю столбик с одним накидом теперь 3 воздушные петли 1 2 3 5 петель пропустили в шестую столбик с одним накидом 2 воздушные петли 5 петель пропустили столбик с одним накидом в шестую петлю 2 воздушные петли в эту же петлю еще один столбик с одним накидом 3 воздушные петли 5 петель пропустили в шестую столбик с одним накидом 2 воздушные петли в эту же петлю еще один столбик с накидом 3 воздушные петли подходим уже концу ряда 5 петель пропускаем шестую столбик с одним накидом в шестую петлю столбик с одним накидом 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в эту же петлю 3 воздушные петли в эту же петлю столбик с одним накидом 3 воздушные петли и вот теперь здесь смотрим у у нас получается у меня получается тут 3 4 5 5 петель как раз 6 если у вас получается 6 петель например одна лишняя ничего поставьте вот сюда в эту же петлю в которую мы начали столбик с одним накидом 2 воздушные петли и в третью воздушную петлю подъема ставим соединительный столбик то есть у нас тут ряд должен закончиться вот таким образом чтобы не было у нас никакого разрыва между этими то есть у меня получилось вот пять петель здесь здорово если у вас 6 но ничего страшного будет на одну петлю если 4 будет на одну меньше ничего страшного теперь 1 воздушная петля подъема вот сюда под эту первую петлю столбик провязываем 1 столбик 2 вот так снизу захватываем столбики с одним накидом 3 будем вязать 5 столбиков 4 и 5 вот под этот столбик с одним накидом провязали 5 столбиков с одним накидом теперь поворачиваемся вот так и под второй столбик вот с этой стороны так чтобы было удобнее снизу опять захватываем столбик и провязываем 5 столбиков с одним накидом под эту ножку тоже под этот столбик вот в эту галочку с обоих сторон по 5 столбиков с одним накидом 1 второй 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 сначала может неудобно но потом приловчитесь как будет удобнее 3 третий четвертый и пятый вот у нас получилось под первый столбик 5 столбиков с одним накидом под второй столбик 5 столбиков с одним накидом вот такое у нас получился как бы полукруг теперь воздушная петля подъема и под вот эти две тоже делаем 5 столбиков между вот этими полукругами у нас такие как бы лепестки до между ними только одна воздушная петля подъема провязываем первый столбик с одним подъемом под первую ножку галочки вот сюда второй столбик с одним накидом третий четвертый и пятый теперь под вторую ножку тоже пять столбиков с одним накидом все время забираем снизу вот так удобно вот так чтобы он у нас красиво положился первый второй третий четвертый и пятый теперь теперь одна воздушная петля и делаем то же самое до конца ряда вот под эту начинаем вязать столбики с одним накидом под каждую галочку первый второй третий четвертый и пятый это под первую ножку теперь под вторую ножку галочки тоже пять столбиков с одним накидом ну и думаю что уже вам тут понятно вы самостоятельно до конца ряда сможете уже довязать второй третий четвертый и пятый и теперь воздушная петля подъема и переходим к следующей галочке вяжем вот таким образом до конца ряда в конце ряда я покажу как переходить к следующему вот в конце ряда мы уже я покажу сейчас помедленнее вот сделала запись мы провязали воздушную петлю теперь вот сюда между вот этими мотивами сделали соединительную петлю теперь 4 воздушных петли у нас 2 воздушных петли подъема и 2 воздушных петли для рисунка то есть у нас всего 4 воздушных петли а теперь мы провязываем пять столбиков с одним накидом недовязанными то есть вытягиваем вот так нить накид делаем нить третий раз накид нить протягиваем четвертый раз накид каждый раз делаем накид и провязываем нить как бы мы хотим связать столбик с одним накидом вот вытянули их и теперь вместе все эти вот петли раз и закрываем в общую вершину вот так теперь две воздушные петли между вот этими вот этими у нас как бы лепестками провязываем столбик с одним накидом две воздушные петли и еще один столбик с одним накидом вот под этот под эти вот вот здесь середине между лепестками провязываем столбик с накидом две воздушные петли еще один столбик с накидом теперь две воздушные петли и снова из центра лепестка вытягиваем нить один раз подтягиваем немножко теперь второй раз подтягиваем третий раз четвертый и пятый пять раз нам нужно сделать вот так вытянуть сюда не провязывая теперь вместе их все протягиваем вот так провязываем столбик не довязывая и теперь вершину общую делаем вот так все две воздушные петли и снова галочку между лепестками вот здесь поддеваем вот здесь там где у нас была воздушная петелька между ними сюда провязываем столбик с одним накидом под воздушную петлю эту столбик с одним накидом две воздушные петли и еще один столбик с одним накидом сюда же под эту воздушную петельку теперь две воздушные петли и снова делаем вот такие протяжки 5 чтобы связать вот такой вот узелок и двигаемся так до конца ряда вот сюда в середину лепестка протягиваем 1 2 3 4 5 вместе их провязываем не забываем про накиды 5 недовязанных столбиков с одним накидом потеряла нить так провязываем не получилось еще раз так давайте еще разок раз протянули 2 подтягиваем посильнее чтобы они были не сильно короткие 3 4 5 и теперь провязали вместе и общую вершину все две воздушные петли и опять между лепестками под столбик с одним накидом под воздушную петлю две воздушные петли и еще один столбик с одним накидом я думаю что мне даже говорить вам тут не надо вы прекрасно видите что я делаю и продолжаем вязать так дальше вот просто повторяем это от начала до конца ряда конце ряда дошли сюда мы делали 4 здесь вот у нас воздушные петли да вот сюда же мы в эту в этот завершаем делаем галочку столбик с одним накидом в эту петлю две воздушные петли и во вторую петлю подъема вот здесь мы закрываем соединительным столбиком все ряд закончился мы везде делали по 2 воздушных петли в начале в самом 4 специально чтобы поставить вот эту вторую ножку галочки и на этом у нас заканчивается ряд вот таким образом это два ряда которые мы будем повторять теперь до необходимой высоты любой высоты вы можете провязать голенище можно его до самого колена довязать можно сделать не очень высоким то есть вот так как вам захочется вы можете провязывать теперь мы снова повторяем первый ряд то есть мы вывязываем лепесточки вот этим по 5 где у нас было столбиков с одним накидом делаем воздушную петлю подъема и вот под галочку под первую сразу пять столбиков с одним накидом под первую ножку галочки 2 3 4 5 я очень люблю такие узоры мне очень интересно так вязать когда не скучно знаете есть какой-то узор да напишите какие узоры вам нравятся простые ли посложнее под вторую галочку ножку галочки вяжем тоже 5 столбиков с одним накидом мне кажется когда вяжешь узором то просто интересно вязать оно не однотонно как-то не одинаково 3 4 и 5 вот провязали первый лепесток делаем воздушную петлю и переходим ко второй галочки и у нас получается лепесточки вот так в шахматном порядке ложатся и теперь мы вот сюда под эту галочку начинаем провязывать следующий лепесток под первую вот сюда ножку 5 столбиков с одним накидом 2 3 4 5 вот этот рисунок чем хорош что-то очень хорошо видно куда мы вяжем мне кажется узор переда был сложнее чем вот этот теперь под вторую ножку 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 и 5 и воздушная петля все дальше продолжаем весь ряд точно так же то есть мы теперь вяжем вот эти вот лепесточки пропускаем там где у нас были вот эти петельки и над галочками вяжем каждую галочку между лепесточками вяжем только одну воздушную петлю на высоту необходимую нам вот я провязала такое голенище еще раз покажу как вижу узор вот смотрите вот сюда обязательно накид и вытягиваем накид и вытягиваем вот так пять раз мы протягиваем нить как на петлю с одним накидом но не провязываем а вот теперь раз и провязали две воздушные петли теперь вот между под воздушную петлю между лепестками столбик с одним накидом две воздушные петли и столбик с одним накидом снова две воздушные петли и опять вяжем как бы столбики с одним накидом но не провязывая накид начинаем вязать столбик не вяжем накид вытягиваем накид вытягиваем и еще два раза пять раз мы проделали это и теперь две воздушные петли вот так все очень понятно я думаю что вы разобрались с этим узором он несложный и у вас это получится вот заканчиваю я последний ряд это уже все соединительный столбик и теперь смотрим у меня я провязала вот шесть семь восемь девять десять рядков десять рядков вот этих лепестков и 10 рядков изнанной ну то есть между ними вот эти с галочками получается 20 рядков всего и следующий ряд я начинаю воздушная петля подъема и провязываю столбики без накида вот смотрите где у нас лежит лепесток вот здесь там два столбика под вот эту воздушные петли тоже два столбика опять где лепесток это у нас такой как бы лежит столбик с одним накидом поэтому сюда тоже два столбика между лепестками здесь воздушная петля 1 столбик и опять два столбика на лепесток 1 2 2 столбика под воздушные петли 1 2 2 столбика снова с этой стороны 1 2 и 1 столбик под воздушную петлю вот так весь ряд продолжаем 2221 2221 обвязываем от начала до конца ряда в конце ряда в первый столбик мы соединительный столбик провяжем сейчас довяжем вот эти последние тут под лепесточки 2 столбика без накида под воздушные петли 2 столбика без накида здесь у нас 1 и в 1 1 до в первую петлю соединительный столбик все ряд мы закончили теперь будем резинку вязать 3 воздушные петли подъема накид и в каждую петлю предыдущего ряда столбик с одним накидом просто по кругу столбики с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда мы сейчас будем вязать эту резинку рельефными столбиками по кругу я думаю что у вас получится не забывайте писать комментарии все ли вам понятно ваше пожелание что вы может быть хотите вяжем до конца ряда столбики с одним накидом здесь заканчиваем ряд осталось несколько петель и теперь вот здесь у нас здесь соединительный столбик в первую в 1 где у нас было 3 воздушных петли подъема в верхнюю петлю соединительный столбик все дальше провязываем вот так берем этот же столбик обхватываем и провязываем столбик без накида воздушная петля подъема еще одна воздушная петля подъема и дальше впереди это у нас лицевой рельефный столбик то есть мы охватываем его еще один рядом 2 вот так обхватываем крючком сам столбик и вяжем столбик с одним накидом теперь изнаночный рельефный столбик следующий столбик с изнаночной стороны вот так крючок вставляем вынимаем нить и провязываем столбик с одним накидом теперь два лицевых рельефных столбика я думаю тут понятно да мы с лицевой стороны обхватываем столбик предыдущего ряда и вяжем столбики без накида с одним накидом а изнаночный мы с изнаночной стороны обхватываем вот так столбик и провязываем столбик с одним накидом то есть у нас будет чередоваться два лицевых рельефный столбика 1 изнаночный 2 лицевых 1 изнаночный столбики с одним накидом рельефная не потому что мы их не в петлю ставим а вот вокруг столбика мы как бы их обхватываем и обвязываем столбиком вот так получается резиночка видите 2 1 2 1 2 рельефных лицевых 1 2 1 рельефный изнаночный столбик с одним накидом сейчас я еще покажу как соединять ряды тут надо более подробно показать я думаю здесь рельефные столбики вам понятно как вяжутся один лицевой рельефный еще один лицевой рельефный столбик с одним накидом изнаночные заводим крючок с изнаночной стороны вокруг столбика и вяжем 1 столбик с одним накидом дальше лицевые 2 1 2 и изнаночный 1 и продолжаем так до конца ряда думаю что вам понятно и вы уже справитесь вот довязываем до конца ряда в конце ряда заканчиваем тут тут у нас изнаночный столбик тут у нас два лицевых 1 2 и вот изнаночным столбиком у нас заканчивается ряд вот мы его вяжем таким образом мы с изнанки заводим крючок без накида просто заводим вот таким образом просто под этот столбик обхватываем его что-то мне так плотно стянулась нить тут обхватываем его и просто вяжем столбик без накида и затем еще 2 воздушные петли подъема вот таким образом мы делаем это соединение и дальше опять 2 лицевых 1 изнаночный 2 лицевых 1 изнаночный в конце ряда снова мы провяжем за изнаночную с изнаночной стороны захватим этот последний у нас изнаночный столбик провяжем его столбиком без накида и 2 воздушные петли я сейчас попробую вам еще раз конца ряда показать чтобы было понятно и вот мы над лицевыми рельефными столбиками следующий ряд вяжем лицевые рельефные столбики над изнаночными мы вяжем изнаночные тогда у нас получается резиночка и вязко стягивается в принципе резинка получается довольно плотненькая вот сейчас конец ряда еще раз покажу вам чтобы было понятно вот доходим до конца ряда довязываем тут у нас над лицевыми рельефными 2 лицевых рельефных и соединение ряда у нас изнаночный будет да мы не делаем накид мы просто заводим крючок вот сюда за него вытягиваем нить провязываем столбик без накида и 2 2 воздушные петли вот так просто все и вяжем дальше идем дальше по рисунку провязываем резинку на необходимую высоту ну вот я провязала 20 рядов голени щепать по узору да с лепестками и теперь я хочу провязать резинку я думаю что 10 рядов будет достаточно резинки подготова уже можно здесь вставить еще резиночку вот в эти места вот сюда смотри просто ее ввязать наверху если вы сомневаетесь в том что голени ща будет хорошо держать это еще зависит от качество пряжи поэтому можно вставить сюда резиночку плюс еще у нас тут теплые края у нас зимой меньше десяти градусов плюс не бывает поэтому нам не нужно сюда ничего подкладывать утеплять вы можете еще утеплить вот пряжу такого же цвета связать просто полотно вот такой ширины и здесь просто пошить с изнаночной стороны его подшить или привязать или подшить но можно просто подшить здесь вязка очень плотная внизу она теплая будет тут почти в несколько нитей несколько сложений получается у нас тут вязка поэтому здесь утеплять я думаю кроме как с телечкой не надо но опять же смотрите вязаная обувь на сильные морозы она не рассчитана это как вот в теплых носках ходить да и даже она у нас связана очень плотная и теплая будет и мы утеплим вставим сюда еще вот до подклад такой и все равно это обязанная вещь это не кожа поэтому при минус 30 я думаю что в них не будет тепло поэтому эти сапожки рассчитаны ну на такую температуру около нуля градусов вот это пряжа все что у меня осталось от четырех мотков то есть фактически у меня ушло около 300 граммов пряжи 4 мотка по 75 граммов а здесь осталось ну грамм 6 наверное это все что у меня в результате получилось ну и я думаю что сапожки получились очень хорошенькие носить их будет приятно на ножки будет сидеть хорошо форму тоже хорошо держат ну а ухаживать за ними просто постирали высушили и носим снова друзья если это видео вам понравилось пожалуйста не забудьте поставить лайк подпишитесь на канал если вы до сих пор еще этого не сделали пишите комментарии может у вас какие-то вопросы пожелания есть я с удовольствием на них отвечу также на канале вы можете посмотреть еще другие мастер-классы и на сапожки и на ботиночки для осени и весны поэтому сейчас вы увидите ссылочки переходите смотрите пользуйтесь у вас все получится я желаю вам ровных и красивых петелек до новых встреч